Представляем соперников 5-го поединка нашего вечера в рамках финальной части И весовой категории до 70,3 кг И справа от меня в синем углу клетки Боец, его боевое 70,5 кг 170 см его роз он является Серебряным призером чемпионата мира по ММА Бахрейни И также чемпионом Европы по ММА 2021 года Представляет Ханты-Мансийский автономный округ И бойцовский клуб «Союз Амарасхаб» Юсупа! И также, уважаемые гости, поприветствуем его соперника Финалиста весовой категории до 70,3 кг И его боевой вес 70 кг ровно 173 см его рост является мастером спорта России По вольной борьбе из Дагестана Абдрахман Гитрина Дашов! И рефреданного противостояния по-прежнему Евгений Иванов Бойцы, правила знаем, не нарушаем Покажите красивый и честный бой Пугам! Ну что, самый ожидаемый бой этого турнира В весовой категории 73,5 кг Мы с вами в прямом эфире наблюдаем этот поединок Два опытных бойца Один из них это Юсупов Амарасхаб Один из самых, наверное, титулованных бойцов в любителях В прошлом году он стал серебряным призером данного турнира Проиграв в финале лишь Саламату Исбулаеву В то же время Амарасхаб является серебряным призером чемпионата мира И чемпионом Европы действующим И очень хороший боец-профессионал Гетинавасов Абдурахман с рекордом 7-1 Также встречает его в финале Два этих представителя не скрывают свой базовый стиль Это борьба Больше, скорее всего, прогрепленных здесь Амарасхаб И про вольную борьбу здесь Абдурахман Вот и посмотрим Здесь посмотрите, да, как интересно Сейчас Абдурахман сначала вроде бы занял выгодную для него позицию Но вот этот уровень как раз-таки борьбы Амарасхаба Юсупова Показал, что я вот сейчас выйду на позицию сверху И я тоже умею бороться Это мой базовый стиль И, скорее всего, наблюдать мы будем на протяжении раундов Именно это противостояние двух борцов в умении бороться Кто лучше будет занимать контроль и позицию Вот именно как только Амарасхаб заходит за спину Обычно не дает он своим соперникам ничего делать Очень терпеливый он боец Понимает он, да, что может он вот такими вот неудобными ударами Лишать возможности потом соперника нормально двигаться Потому что каждый такой удар в мышцу Впоследствии все-таки это и гематома И... Ты, посмотрите Попытка проведения такого нестандартного хайкика И Амарасхабу Что на мире я его наблюдал, да Он постоянно Умеет и любит заходить в позицию за спину Одну из самых неудобных позиций для любого бойца Здесь в этой весовой категории Специальный приз от партнера турнира Зибров продакшн 150 тысяч рублей Победитель получает все 150 тысяч рублей на кону Поэтому ставки довольно-таки высоки Ух ты! Уважение, да Несмотря на то, что так взорвался Амарасхаб Кинул ему руку после гонга Абдурахман Показал, что я все понимаю, это спорт К углу Амарасхаба Мы видим сейчас Аман Бека И Гасанаби Выцеливает он Выцеливает его личный тренер Лево права смещать Лево права расключать Это Аман Является он также старшим тренером Катамансийского автономного округа по ММА И старшим тренером в бойцовском клубе Боец города Сургут Большая плеяда бойцов представляет этот клуб И Шамиль Касумов И Джамал Алиев Много-много ребят Тренировались и тренируются в этом клубе в Сургуте Довольно-таки интересный клуб Снимали мы там и промы И проводили турнир, когда в Сургуте Я был сам лично в этом клубе Для городка как Сургут Который находится у нас на севере Посмотрите, как снова начинает переходить Амарасхаб В свои удобные позиции Вот таки клуб, в котором тренируется Амарасхаб Имеет все необходимое для тренировок Абсолютно все Несмотря на свою некую северную провинциальность Но опять же, кто был в Сургуте Может сказать, что несмотря на свою отдаленность Город очень богатый Все-таки Сургут нефтегаз Много чего интересного там есть И в том числе, что нужно для бойцов Там есть финансовая поддержка Ну да, интересно, интересно, конечно Видеть противостояние двух таких равных бойцов Работает с разных плоскостей Здесь Амарасхаб и выцеливает Мы видим, как выцеливает здесь Абдурахман Китиновасан Оба бойца имели очень сложную сетку Особенно эта сложная сетка была на четвертьфинальном Поединке против Мамаева Шаха У Юсупова Амарасхаба Где прям на тонкой-тонкой нити он выиграл этот поединок И потратил на это очень много сил Многие до сих пор спорят, что Возможно, он этот бой и не выиграл Но, опять же, судим виднее Их трое, они с разных-разных углов Видят абсолютно по-своему И вот уже попытка проведения Треугольника со стороны Амарасхаба Юсупова Посмотрите, как хитро он начинает закидывать свою позицию Да, она пока не в полном контроле Но, зная, опять же, возможности Амарасхаба и умение его бороться Вспоминая, допустим, тот же самый чемпионат мира Когда вышла целая статья, по-моему, на источнике Спорт.ру или Спорт.24 Точно сейчас не вспомню Как сборная Дагестана выигрывала парней Макгрегора Там как раз-таки Амарасхаб встречался с очень топовым бойцом-любителем Уже выступающим по профессионалам Ли Хаммондом И Ли Хаммонд является также базовым борцом-грэпплером Выступающим в том числе и по джиу-джитсу И там мы увидели целое шоу о различных приемах В котором сильнее оказался именно Амарасхаб Но Абдурахман также представитель борьбы Я думаю, что он все прекрасно понимает И не дает сейчас активно развивать позиции Он Амарасхабу И вот мы уже видим, как он находится в более выгодной позиции сейчас И остается 20 секунд Посмотрим, что будет сделать Ох ты! Вот здесь попытка уже проведения приема на ногу Но видел, видел, все абсолютно видел Абдурахман Да, классное противостояние Классное противостояние мы с вами наблюдаем В легкой весовой категории Самым большим ценным денежным призом именно на этот вес Также я напоминаю, что будет специальный денежный приз Лучшему бойцу турнира Может быть и в этом весе получится и дополнительный приз Посмотрим И вы, кстати, тоже пишите по мнению вашему Кто выиграет лучший боец турнира? Приз Специальный приз турнира Кто больше всего вам понравился? Возможно, из тех, кто уже был Может быть, из тех, кто Еще будет И вы в нем точно уверены Так точно по раундам, наверное, здесь можно дать 1-1 И поэтому третий раунд у нас решающий И экстра раундов Финальных поединков-то как раз нет Надо отдавать все для победы Итак, два классных представителя борьбы Абдурахман Китиновасов против Юсупова Амар Асхаба Оба родом из Дагестана Но так получилось, что Юсупов Амар Асхаб уже давно тренируется И представляет город Сурмута Хантамансийский охранный охрупп И сейчас мы посмотрим, кто оставил больше всего сил Это чистая такая классика Она может не всем нравиться Но вот именно стиль ведения боя базового борца Амар Асхаба Юсупова Он всегда такой, он всегда ищет, как пройти в ногу или в две ноги Или зайти за спину Но опять же напомню, что Абдурахман Китиновасов, также базовый борец Ох, как попал здесь навстречу Амар Асхаб Юсупов Видите, да, как стилистически похожи оба эти бойца Оба делают примерно одно и то же Пытаются пройти в удобную позицию И занять удобную для себя Амар Азабека снова командует Не останавливайся работой Амар Асхаба Юсупова Но нужно понимать, опять же, сколько сил потратили бойцы 17 участников было заявлено в этой весовой категории И примерно четвертый бой сейчас до каждого из них Не было этих бойцов привидений Стартовали они с этапа Девятые, шестнадцатые места То есть это была одна восьмая финала Одну четвертую провели Одну восьмую провели вчера Одну четвертую, одну вторую сегодня Сегодня у них это третий поединок И вот здесь уже Абдурахман Китиновасов почувствовал, что ему надо прибавлять Потому что остается одна минута десять секунд Интересно О, сейчас пытался Видите, как классно меняет позиция Амар Азабек Действительно Интересное противостояние двух борцов Каждый из них пытается постоянно менять позицию И занимать более выигрышную А у нас остается всего лишь сорок секунд И здесь нужно рисковать Что Абдурахману Китиновасову, что Амар Азабу и Суперу Счет по раундам Я не судья, опять же не берусь судить Примерно один-один Но здесь неплохой стягивание было страны О, и попал здесь Амар Азаб И промокнулся Абдурахман Остается 20 секунд И попадает здесь, уже начинает добивать Абдурахман Остается 13 секунд Давит, давит Абдурахман Показывает он свой класс профессионала О, финальный бросок здесь за Абдурахманом Китиновасовым Занял он финальную позицию Посмотрим, что скажут судьи Удастся ли Абдурахману Китиновасову Стать победителем и получить самый большой денежный приз С этого турнира, либо Амар Азабу Юсупову Со второго года забрать этот трофей себе Видно, что остались силы у одного и другого бойца Но это классика борьбы Здесь все только за судьями Вот как судьи видели с каждого своего угла Каждое активное действие Потому что попадало один на другой Переводило один на другой Концовка, да, конечно же Была здесь за Абдурахманом Китиновасовым Сделал он такой бросок на спину Амар Азаба Юсупова Но ничем он не завершился, да То есть не было какого-то добивания или приема И, уважаемые гости, в этом поединке По итогам трех раундов основного времени Единогласным решением судей Одержал победу и стал чемпионом В весовой категории на семействе целых и трех десятых килограммов Боец из красного угла Абдурахман Китиновасов в Дагестане Да, и Абдурахман Китиновасов становится победителем данного турнира И, уважаемые гости, для награждения Позвольствуется главный спонсор нашего бойцовского вечера И данного турнира Передаю слово ведущему, спонсорам и награждению Не отключайтесь Впереди пеналы 77 И свыше 120 килограмм Потому что весовой категории 83,9 Абдурахман Китиновасов в Дагестане